В эфире программа «Закон и порядок». Здравствуйте! Мы рассказываем о работе правоохранителей нашей области. Более тысячи доз опасного психотропного наркотика «Мефедрона» конфисковали витебские правоохранители в результате спецоперации. Задержаны два наркодилера – курьер, 37-летняя женщина, ранее судимая за наркотики и закладчик, 28-летний неработающий житель Витебска. Конфискованная партия наркотиков – самая большая из всех выявленных на территории Витебской области с начала текущего года. Стоимость 100 граммов «Мефедрона» на черном рынке – порядка 8 тысяч долларов США. В поле зрения сотрудников по наркоконтролю и противодействию торговли людьми попала ранее судимая жительница областного центра. По оперативной информации, витебчанка устроилась в качестве курьера и закладчика в интернет-магазин, который занимается распространением наркотиков. Она съездила в Минск, где взяла в условном месте крупную партию запрещенных веществ. По приезду в Витебск женщина была задержана. В ходе обыска у нее был обнаружен изъят сверток, в котором находилось 100 граммов или 1000 доз особо опасного психотропного вещества «Мефедрон». Стоимость этой партии, к слову, крупнейшей из всех задержанных в этом году на территории области, на черном рынке составляет примерно 8 тысяч рублей. В ходе дальнейших оперативных мероприятий милиционеры вышли еще на одного распространителя наркотиков, который был связан с изъятой партией. Им оказался неработающий житель областного центра 92-го года рождения. Он также был задержан. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов. В Полоцке задержали автомобильных преступников. Кражем из авто занимались четверо 18-ти и 19-ти летних. Правоохранители считают, что парни имеют отношение как минимум к десятку эпизодов. Волна аналогичных правонарушений прокатилась по райцентру в апреле-начале мая. Злоумышленники вырывали из автомобилей топливо, автомагнитолы, аккумуляторы. На этих кадрах с камер видеонаблюдения молодые люди вскрывают микроавтобус. Во время очередной такой вылазки их заприметили сотрудники охраны и задержали непосредственно на месте преступления. Позже выяснилось, что добычей подозреваемые распоряжались по своему усмотрению. Топливо продавали или заправляли авто одного из фигурантов. Похищенные вещи также сбывали. Как правило, объектами посягательства становились старые либо необорудованные сигнализацией машины. В транспорте отжимали капот, крышку багажника или стекла. Иногда владельцы сами не закрывали двери на замок. Подозреваемых, четверых местных жителей 18 и 19 лет, во время совершения очередной кражи задержались по личным сотрудникам департамента охраны. Действием палачан следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела. Уголовные дела возбуждены в отношении молодых людей за кражи. Правоохранители выясняют точное количество эпизодов и сумму ущерба. Мошенница из Витебска обманула новополучанку, которая хотела приобрести породистого собаку. На одном из сайтов интернета женщина разместила объявление о том, что хочет приобрести французского бульдога. С ней на связь вышла девушка, которая согласилась продать собаку по низкой цене и выставила фото, как будто бы родителей щенка. Фотографии, как выяснилось позже, были загружены из всемирной паутины. За собаку она просила 150 рублей, но бульдога новополучанка так и не получила. В какой-то момент зашла речь и о том, почему щенок стоит всего 150 рублей, когда в среднем цена в разы больше. На этот вопрос продавец ответила, что собаке последний из помет, и она отдаст их по выгодной цене. В конце концов, женщины договорились о сделке. Деньги за щенка злоумышленница попыталась получить вперед, но покупательница согласилась перечислить лишь половину суммы. Однако новополучанка так и не получила в указанный день собаку. После этого она еще раз связалась с продавцом. Та рассказала о возникших накладках и пообещала передать щенка через попутный транспорт, который якобы поедет в Новополучск на днях. Однако за это нужно дать вторую часть оплаты. Выполнив это требование, потерпевшая стала ждать приобретенное животное. Но так и не получив щенка, она поняла, что попала на уловку мошенников и обратилась в милицию. Правоохранители задержали 25-летнюю вице-блянку, которая никакого отношения к собаководству не имеет. К тому же ранее судима за кражи и мошенничество. Возбуждено уголовное дело. Продолжаем нашу программу. В Беларуси планируют ввести бальную систему штрафов для водителей. Проект Кодекса об административных правонарушениях сейчас вынесен на общественное обсуждение. Новая система направлена больше на профилактику, чем на применение крающих санкций. Каждая зафиксированная сотрудником ГАИ или же камерой нарушения правил дорожного движения будет иметь свою шкалу оценки в баллах. К примеру, собранные за год 10 баллов станут поводом для лишения прав на полгода. Она нацелена в первую очередь на предупреждение систематических правонарушений, связанных с управлением транспортных средств. Штрафные баллы будут начисляться за те нарушения ПДД, которые влияют и будут влиять на безопасность дорожного движения. В частности, это вождение автомобиля с неисправным, тормозной системой, рулевым управлением, также за превышение скоростных режимов, также невыполнение сигналов светофора, регулировщика, нарушение правил маневрирования и обгона. В этих случаях один штрафной балл начисляется за административный проступок, два за значительное административное правонарушение, три за грубое административное правонарушение. Списываться они будут по истечении одного года с момента начисления. Каждый человек будет отвечать за свой балл, который он, грубо говоря, нарушил, и потом это все будет у него складываться. Кто нарушает, тот больше будет нести ответственность, кто не нарушает, тот меньше. За грубое нарушение там довольно-таки жесткие наказания будут. Я думаю, что многие будут кошелек свой беречь, но и меньше нарушать. В новой редакции законопроекта есть и список нарушений, за которые баллы насчитываться не будут. К примеру, за превышение скорости на 20 км в час. В ноль баллов оценит система и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этой ситуации закон автоматически предусматривает лишение водительского удостоверения. А сейчас, уважаемые телезрители, о ситуации на дорогах области и наиболее значимых дорожно-транспортных происшествиях за минувшие 7 дней расскажет официальный представитель управления ГАИ УВД Витебского обл. исполкома Мария Комлева. За минувшую неделю на территории Витебской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. 6 человек получили ранения. Из них один несовершеннолетний. В Витебском районе пострадал мотоциклист. Авария произошла вечером 19 мая на перекрестке вблизи деревни Яновича. Столкнулись автомобиль ГАЗ и мотоцикл МТ-10. Оба водителя 1966 года рождения. С поучными телесными повреждениями мотоциклиста доставили в Витебскую областную клиническую больницу. 21 мая около 16 часов вечера на автодороге Витебск-Сино Толочин произошло дорожно-транспортное происшествие. В деревне Янова водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением. Съехав в Кювет, он совершил наезд на опору ЛЭП. 55-летний водитель и пассажир 1969 года рождения получили телесные повреждения. 22 мая в областном центре на улице Зеленогурской на перекрестке в районе дома номер 22 столкнулись Ниссан и Шкода. 60-летний водитель Ниссан был госпитализирован в больницу. Рано утром 24 мая житель деревни Косари двигался на мотоцикле Сузуки в Ушаче. На закруглении дороги 22-летний водитель не справился с управлением и съехал в придорожный Кювет, где произошло опрокидывание мотоцикла. С поучными телесными повреждениями он был госпитализирован в Ушачскую ЦРБ. 26 мая в Витебске произошел наезд на 13-летнюю местную жительницу. Выезжая из дворовой территории улицы Баграмяна, 27-летний водитель автомобиля Хонда совершил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате автоаварии девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Госавтоинспекция Витебской области напоминает водителям о необходимости обеспечения полной безопасности при совершении маневров. Такое понятие, как взаимовежливость, также влияет на сокращение аварийности. Будьте внимательны. В наших прошлых выпусках мы рассказывали об изменении дорожного движения на улице Ленина в Витебске. Не так давно новая разметка появилась еще на одной транспортной артерии города – улице Гагарина. С чем связано нововведение? С этим вопросом мы обратились к специалистам госавтоинспекции. Улица Гагарина – одна из самых протяженных транспортных артерий областного центра. Вопрос реорганизации дорожного движения здесь возникал многократно. Дорожное полотно ремонтировали, расширяли, изменяли допустимый скоростной режим. Но неудобства в той или иной степени оставались всегда. В адрес госавтоинспекции вновь стали поступать обращения граждан с просьбами упорядочить организацию дорожного движения на этой улице. Мнение горожан не оставили без внимания. Тем более, что основания весомые. На этой улице имеются участки, где автобусные остановки расположены за перекрестками. При этом ранее была только одна полоса для движения в попутном направлении. И водителям приходилось ожидать отправления автобуса, чтобы продолжить движение. Также проблемным моментом было и то, что имелась одна полоса для движения в попутном направлении и две во встречном. Автомобили, поворачивающие налево, создавали препятствия для движения основного транспортного потока. Поэтому для разрешения указанных вопросов обратились в научно-исследовательский центр дорожного движения Белорусского национального технического университета. Его работниками произведены замеры интенсивности движения транспорта. Переработка организации дорожного движения на улице Гагарина осуществлялась уже на основании полученных данных. Концепция предусматривает отдельные левоповоротные полосы, а также дополнительные полосы вблизи остановочных пунктов автобусов, что обеспечивает беспрепятственное движение основного потока транспорта. В Беларуси стартовала акция госавтоинспекции «Внимание, дети!». Мероприятие включает ряд профилактических мер, которым должны строго следовать автомобилисты. В частности, в светлое время суток ездить с включенным ближним светом фар, соблюдать скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов, особенно возле учебных заведений. Напоминать своим детям несложные правила безопасного поведения на улице и дороге – обязанность каждого родителя. Добивайтесь, чтобы соблюдение правил безопасности вошло в привычку и стало нормой поведения у детей. Помните, что они всегда смотрят на вас. Будьте достойным примером своему ребенку. Профилактическая акция завершится 5 июня. В это время Стражи Дорожного порядка организуют ряд специальных рейдов по всей области. На этом, уважаемые телезрители, наша программа завершена. Я, ведущий Вадим Лопатинский и творческая бригада, говорим вам всего доброго. До встречи через неделю. Смотрите Закон и порядок.